На территории Новобелецкого района, зараз и деактивная забудова, узводятся новые шмат поверховые домы. Недахоп медицинских установ для обслугования насельства уже отчувается. Особливо актуальная эта проблема в 94-м, 96-м и 106-м микрорайонах. На выездном посередине депутаты Горсовета разом с медиками обмеркают шляхи в управление ситуации. И они наведают филиал номер 3 Центральной городской стоматологической поликлиники, где денешься два отделения – ортопедичная и лечебная. Колькость юных пациентов у опошней годы резко взросла, и приемы доводится проводить одночасово с дорослыми. Лучше, когда мы централизуем и соберем всех специалистов для оказания детской помощи непосредственно на одних площадях. То есть ортопедическое отделение мы передадим городской поликлинике номер 1, где оно также есть, параллельно функционирует, но оказывает медицинскую помощь как населению Гомельского района, так и 104-му микрорайону. То есть это позволит централизовать на одной базе всех необходимых специалистов. Там у нас будет полноценная ортопедия, где будут изготавливать протезы, импланты, все это вставлять, а здесь непосредственно лечить детей. Яши один из подходов до повышения якости и доступности медицинского обслугования насельства Новобелецкого района, пошук новых помешканев. До прикладу можно выкористовывать у якости поликлиник свободные площадь предприемства альбо интернатов. Иснують и иншие варианты. Как временный вариант, это во всех микрорайонах такое было в 80-е годы в Волотове. В трехкомнатной квартире существовала поликлиника детская очень долго. Но надо найти вариант, вплоть до того, что возможно на первом этаже временно частник какой-то квартиру, который построил, да, сдаст в аренду под конкретные такие цели. И этот вариант надо посмотреть, посчитать, насколько он удобоварим. Распараджением Гомельского горвыконкама принятый комплекс мероприемств, який дозволит повысить доступность медицинского обслугования. И он предуглеживает организацию работы диагностичных кабинетов с 8 до 20 годин. А клиника диагностичных лабораторий по индивидуальным графикам. Так само от керовников поликлиник потребуется забеспечить дежурство отказных администраторов с 6 годин 55 хвилин. Прием пациентов повинен вестися строго в призначенный час. А кроме того, треба повеличить колькась месяц для записи праз интернет и организовать взаимозамяненность урачов профильных специальностей помеж установами аховы здоровья. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, Телерадиокомпания, Гомель.